По программе у нас должен быть Артур Липхарт из Польши, он должен быть здесь, либо онлайн, либо здесь. Фактически даже присутствие, к сожалению, это невозможно. Буквально пару слов о том, чем он занимается. Он организует фестиваль в Варшаве, который называется Планета Плюс Док Ревью. Очень престижный фестиваль, успешный фестиваль в польской столице, который уже много лет существует. Помимо того, чем он занимается, в рамках фестиваля он также занимается дистрибуцией фильмов в кинотеатрах. Здесь есть специальный линк на его сайт, вы можете по нему пройти и посмотреть. Он знакомится с информацией, что он делает с помощью своей компании по дистрибуции. Он занимается этим вопросами, как представление видео по заказу, представляет целые пакеты в этом смысле. Из-за одних рук, так сказать, вы можете получить целый набор услуг, целый набор материалов. Но по каким-то личным причинам он не смог сегодня появиться. После конференции Людмила и Виктор с ними свяжутся и попросят небольшую презентацию написать, для того, чтобы она могла быть размещена в итоговых документах нашей конференции. Подчеркну, все, что говорится, у нас все сайты, которые мы упоминаем, все линки, все ссылки, они все будут потом представлены на нашем сайте. Но тут роль играет разница во времени, да? У меня очень хороший друг, который был из Украины, он очень активно участвует в стране этой информации. Ну, вы можете в его случае зайти по самым разным ресурсам. Михаэль, как вы себя чувствуете? Достаточно свежи. Микрофон тогда передаю вам в руки, потому что мы переходим к этому интересному моменту. Итак, мы переходим к докладчику не из Польши, а докладчику из доклада. Из Германии, которая представляет компанию Гибридо Битц. Гибридо Битц, это братья Битц. Они работают в телевизионной индустрии, в индустрии кино уже много лет. За последние 5-4 лет они организовали компанию, которая старается производить новые инновационные трансмедиапроекты. Вот Таня Шмолер, пожалуйста, она представляет именно эту компанию. Протя Битц. И как раз она представит проект с использованием трансмедиа, который называется «Файлы Вагнера». Это будет своеобразная кейс-стадия, конкретный пример. Итак, я посмотрю, как все работает. Да, все, кажется, работает. Микрофон работает, самое главное. Прежде всего, большое спасибо за приглашение. Спасибо Docs Pro за замечательное подготовленное мероприятие. Меня зовут Таня Шмолер. Я продюсер Кроссмедиа в компании Гибридо Битц. Я представлю вам свой кейс-стадии по теме «Файлы Вагнера». А я более широко потом остановлюсь на своем проекте. Итак, я представлю нашу компанию, что мы делаем, почему мы занимаемся кросс-медиа, и как мы это делаем. Затем я вам представлю краткий обзор обзоров кросс-медиа, которые мы используем в нашей работе. И затем перейду непосредственно к файлам Вагнера. И расскажу потом о некоторых будущих проектах. Итак, «Братья Битц» в фильмопроизводства. В 2000 году было создано «Братьями Битц». Мы участвовали в совместных производствах и имели социальное производство, примерно 100 работ. И мы в том числе занимаемся кросс-медиальными работами, включая интерактивную графику, какие-то книги, документальные работы. У нас два офиса, один в Берлине, другой в Гамбурге. Мы занимаемся международными проектами и производствами. Есть маленькие наши представители в Ленбурге и в Керне. Зачем мы занимаемся кросс-медиа? Когда вы увидели, что в Германии средний возраст телевизионных зрителей 60 и больше, а молодые люди даже не имеют телевизора у себя дома. Поэтому мы обратились к другим средствам. Очень многие молодые люди имеют сейчас вписание планшетных компьютеров. Количество этих планшетных компьютеров увеличивается стремительно за последние годы. Поэтому, так сказать, рынок мобильных приложений, мобильных устройств развивается. Это может использоваться для знакомства с музеями, для образовательных целей. Здесь также вы созданы для развития бизнеса, для новых бизнес-моделей. Вы можете продавать свою продукцию как-то иначе. И готовность платить за приложение тоже растет. В Германии третьи людей с удовольствием платят за необходимые приложения. Формат кросс-медиа. Мы с ним начали работать примерно в 2006 году с особым сайтом Empire.me. Это специальная документальная работа. Так же мы создали наш особый проект, цель которого была обеспечить доступ к архивам. Интернет, документальная работа. В чем это состояло? Нет, вы просто представляете свою информацию в онлайн формате. Я покажу, как это работает. Допустим, вот с помощью этого трейлера. 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 И вот с помощью этого трейлера. Продолжение следует...